Продолжаем говорить о теракте в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье. К нам в эфир подключается журналист Максим Тавкайло, автор популярного канала российской политики в Фаридейле. Максим, привет. Да, добрый. Здравствуйте. Максим, вы с начала теракта очень внимательно следите за реакциями властей. Почему Путин почти 20 часов молчал? Ну, потому что это действительно неординарное событие. И столь крупного теракта в России уже очень давно не было. Последний раз большой теракт, если можно так сказать, был в России в 2017 году в Санкт-Петербурге. Ну, и, конечно же, та жесткость нападавших на Крокус-Сити-Холл, она, безусловно, всех поразила, шокировала. И, наверное, Кремль, Путин и, в данном случае я могу понять их логику, хотели, ну, ждали, оттягивали выступления до того момента, когда будут какие-то первые результаты, когда задержат нападавших, когда уже можно будет что-то сказать. И вот они, собственно, дождались. Но я с вами согласен, что то молчание, которое почти 20 часов было, оно, конечно, ну, показывало на самом деле, что это очень серьезный удар по власти и по имиджу Владимира Путина, потому что он, конечно... То есть это свидетельство такой растерянности, вот эти 20 часов? Или о чем они нам говорят? Ну, растерянность... Ну, я думаю, что они говорят... Ну, можно сказать о растерянности, можно говорить о шоке. Я бы сказал по-другому, что Владимир Путин в 2000... Сейчас, по-моему, это все-таки был в 2000-х год, да, когда его знаменитая фраза, что будем мочить террористов везде, если найдем в сортире, то и в сортире будем мочить. И вот 25 лет Владимира Путина от мочить в сортире до сегодня, он сказал, пощады никому не будет. И это молчание, конечно, вот сейчас до эфира... Ну, вернее, не до эфира, я слушал, что в вашем эфире говорил эксперт из Америки. Я с ним согласен, что власть, скорее всего, будет использовать этот страшный террористический акт, чтобы еще более усилить давление внутри России, и режим в России, режим Владимира Путина станет еще более авторитарен. Авторитарен, авторитарен, да, авторитарен. Поэтому они проработают какие-то решения, которые мы узнаем в ближайшее время. Максим, вот мы уже видели про заявление про смертную казнь. Многие также прогнозировали, что теракт используют, чтобы объявить новую мобилизацию. Но пока ничего такого не было. Как вам кажется, вероятно ли, что Путин просто объявит ее позже или в какой-то другой форме? Слушайте, разговоры про мобилизацию чуть уже надоели в том плане, что если мы, журналисты, имеем какую-то информацию о том, что будет мобилизация, то давайте тогда об этом и сообщим, когда мы на 100% будем о ней уверены. А то все время журналисты пугают граждан не только России, но и Европе, по всему миру, что в России вот-вот будет новая мобилизация. Что касается смертной казни, то да, на данный момент, учитывая тот хор голосов, который есть среди политиков российских о том, что это нужно смертную казнь вернуть, такой сценарий кажется реалистичным. И я напомню, что в 2004 году, после страшного теракта в Беслане, Путин отменил выборы губернаторские. И это тоже был очень такой фундаментальный шаг в сторону авторитаризма в России. Не исключаю и считаю очень вероятным, что в ближайшие дни, недели, мы услышим от него либо ясные, либо, может быть, какие-то намеки, и что вопрос о возврате средств смертной казни в России может быть возвращен. Самое плохое, извините, я добавлю, что, скорее всего, российская власть опять пойдет по пути наказания тех, до кого она может дотянуться. А это те люди в России, которые не поддерживают политику Кремля, и именно они могут пострадать и стать такими невольными жертвами этого страшного теракта в проку-сити-холе. А вот вы допускаете просто кто-то из провластных вообще СМИ или экспертов допускает, что теракт совершили игиловцы? Или все однозначно, как Симоньян, обвиняют в Украину, или, как Путин, говорят о том, что есть какая-то причастность Украины? Это интересный вопрос, потому что сам Путин и ФСБ в своих заявлениях пока довольно аккуратны. Говорят, что террористов ждали в Украине, готовили, как Путин сказал, окно для перехода границы. При этом пропагандисты действительно довольно агрессивно высказывают свою точку зрения, что террористическая атака на проку-сити-холл готовилась в Киеве. Пока не очень понимаю степень скоординированной... Ну, вернее, это точно скоординированная какая-то компания, но кто за ней стоит пока до конца мне непонятно. С одной стороны, переоценивать ее не надо, потому что российские пропагандисты могут так же быстро переодеться и, в общем, сказать и признать, что это сделал ИГИЛ. Но я с вами согласен, что сейчас в российских государственных медиа у военкоров версия про ИГИЛ кажется маргинальной, и более того, российские пропагандисты предлагают... Я вот сейчас читал, когда готовился к эфиру с вами, даже чуть ли не уничтожать журналистов российских, которые уехали, имеют возможность говорить то, что думают, которые пишут про ИГИЛ. То есть довольно такая жесткая у них позиция. Посмотрим, как все будет дальше. Но на данный момент, да, вот в информационном поле преобладает в России позиция, что за этим стоит Украина. А вот версия про спецслужбы, она как будто вообще сейчас ушла из повестки. Что оппозиционных медиа, российские спецслужбы. Ну, слушайте, такой версии и не было. Это была версия конспирологическая, и никаких фактов на данный момент подтверждающих эту версию нет. И, ну, в общем, я там все, что могу сказать по этому поводу, что на данный момент это конспирология. Максим, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Максим Тавкайло, журналист, был у нас на связи.